Команда Люберит заняла третье общекомандное место на международном конкурсе «Невский берега». В фестивале современной индустрии красоты участвовали как преподаватели, так и учащиеся Центра социально-трудовой адаптации и профориентации городского округа. Как удалось достичь такого успеха и что вдохновляет начинающих стилистов, узнавала наш корреспондент Анна Троян. Распределяешь меня? Не бойся. Чем больше, тем лучше. И чтобы не было кусочками. Не бояться реализовывать свои фантазии и делать клиентов счастливыми – это его жизненная кредо. Сергей Середкин уже 17 лет преподает парикмахерское искусство в Люберитском центре трудовой профориентации. Многочисленный победитель международных и всероссийских конкурсов по-настоящему предан своему делу. Однако лучшая награда для Сергея – возможность передать свои навыки подрастающему поколению. Потому что с детьми очень интересно работать. Они как раз вдохновляют на всевозможные работы. Причем иногда даже они мне подсказывают сами, какую работу можно будет придумать. Дальше я сам дорабатываю. В центре трудовой профориентации воспитанники учатся абсолютно бесплатно. Благодаря ему простые школьники могут выбрать свое призвание уже седьмого класса. А способные ученики принимают участие в престижных конкурсах, где набираются мастерства и черпают вдохновение. Одно из последних достижений учреждения. Третье – общекомандное место на международном фестивале красоты «Невские берега». Масштабно мероприятие люберецкие мастера впервые поучаствовали все вместе. И имели там небывалый успех. Завоевали 10 наград. В личном зачете отличились две ученицы и три преподавателя. На самом деле в качестве визажиста я довольно-таки новичок. То есть я всего лишь два года в профессии. И это мой первый конкурс, в котором я участвовала. И я очень сильно волновалась. Но несмотря на это я заняла третье место в международном чемпионате среди визажистов-мастеров. На мне постеженная работа – шляпа, выполненная полностью из искусственных волос. На ее изготовление в среднем ученик тратит около трех месяцев. Именно фантазийная прическа с постежером в этот раз на конкурсе у люберчанок удалась больше всего. Красивейшее изделие встраивается прямо на готовую укладку. Заранее продумывается весь единый образ в целом. Второкурзница Ирина Седых, к примеру, этому уже научилась. На фестивале взяла бронзу за макияж и оказалась пятерки лучших за постежерную работу. Тема была экибана. Приходилось создавать, где что будет стоять, как, какого цвета, почему именно эти элементы, цветы, листья. Все должно сочетаться. Так как экибана – это японское промысло, и там все четко. Я представляла, что моя модель будет вазой, из которой будет композиция из цветов. Еще один призер Невских берегов среди учащихся – Екатерина Кольцова. Хоть и повседневный городской стиль в ее исполнении получил бронзовую награду, все же девочка больше любит творить торжественные образы – вечерние и свадебные прически. Центр профориентации позволил ей превратиться в начинающего профессионала. Я хочу стать стилистом, потому что это общение и работа сильнее. Во-вторых, ты всегда в курсе того, что модно, потому что для девочки это очень важно. Совсем скоро представители Центра профориентации отправятся на чемпионат России по парикмахерскому искусству. Но теперь уж точно только командой, чтобы повторить свой успех. Анна Троян, Никита Скраган и Павел Корнев. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова